Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень активно привлекается местное сообщество для решения проблем территории, будь то программы «Активный гражданин», программы поддержки местных инициатив, развитие гражданской активности и так далее. Я не буду подробно на этом останавливаться, скажу только то, что сейчас существует очень много практик, направленных на активизацию местного населения, вовлечение его в решение местных проблем, развитие местных инициатив и так далее. И одним из неочевидных методов является проведение социальных исследований. Общие исследования очень плотно вошли в работу некоммерческих организаций. Это технологии, которые используют для оценки эффективности своей работы, для оценки мероприятий, для выявления потребностей целевой аудитории, благополучателей, для разработки социальных услуг и так далее. Но таким нетипичным форматом является активизация местного сообщества. Расскажу об этом подробнее. Мы в фонде содействия с 2011 года внедряем практику, которая называется «Социальный паспорт территории». Это исследование, которое направлено на выявление проблемных точек и точек активности. С 2011 года сделано уже более 19 социальных паспортов. И если мы начинали сначала с Пермского края, теперь мы транслируем их в различные регионы России. Там Приволжский федеральный округ в основном, ну и немножко в Иркутскую область. И следует отметить то, что эта технология базируется на идее, которая разработана в Канаде. Канадская методика Vital Things, в рамках которой традиционно ежегодно все муниципальные образования готовят аналитический отчет. Своеобразный по всем социальным сферам. И взяв эту методику, адаптировав ее изначально для сельских территорий в Пермском крае, а затем распространив и, скажем так, создав универсальную методику для любых регионов и для любых территорий, теперь мы сейчас внедряем ее как в муниципальных районах, так, как вы на картинке видите, или в городских округах, в городских поселениях, так и в маленьких микрорайонах городов-миллионников, как, например, микрорайон Максимовка в городе Уфа. Мы разработали методику, методический материал. На самом деле методичка не очень большая, но простым доступным языком объясняет особенности проведения исследования и все этапы разбирает. Я не буду об этом подробно рассказывать, остановлюсь только на том, что мы изучаем, во-первых, уровень развития социальной сферы, то есть те сферы, которые влияют на качество жизни в отдельных территориях, в поселениях, и самое главное, мы изучаем мнение жителей, то есть мы выделяем горячие точки проблем территории, то есть это наиболее актуальные вопросы в конкретных населенных пунктах, то есть мы выявляем локальные проблемы. И вторая сторона – это мы ищем точки роста, то есть тот общественный потенциал населения, те социальные ресурсы территории, которые могут быть направлены на решение проблем. В итоге мы получаем такой вот визуальный результат исследования, я вам сейчас продемонстрирую, надеюсь, что вам будет хорошо видно, то есть вот это вот социальный паспорт, который мы в итоге получаем. Вот. И вообще, как же все-таки происходит активизация местного населения? Как раз через проведение исследования, через вовлечение. Но начну я с того, что получает местный бизнес от подобной практики, от этой технологии. Во-первых, местный бизнес, анализируя те данные, которые получены в ходе исследования, получает информацию о тех перспективных направлениях своего развития. То есть те социальные услуги, которых не хватает на территории, те какие-то социальные проблемы, которые можно решить, то есть он выйдет, вот эти вот перспективы для своего развития. Органы местного самоуправления, включаясь в решение своих проблем, да, и изучая их через проведение исследований социальный паспорт территории, получают доступный механизм обратной связи. Когда конкретные люди в конкретных поселениях рассказывают о своих локальных проблемах, это при том проблемы могут быть не глобальные, а те сложности, с которыми они сталкиваются каждый день. И эти сложности можно решить без огромного привлечения ресурсов, без использования каких-то финансовых поступлений, без привлечения больших сложных специалистов, технологий и так далее. Те проблемы, которые можно решить административным путем, принимая административные решения. То есть пример яркий, когда у нас в одном из поселений родители пожаловались на то, что их дети не успевают на секции дополнительного образования, потому что подвоз в школу происходит в неудобное время. То есть, по сути, административный решение, которое приводит к тому, что повышается удовлетворенность родителей и, конечно же, качество жизни у детей, потому что они там ходят на секции, занимаются дополнительно. Следующее – это корректировка действующих социальных программ, которые направлены на повышение качества жизни в территории. Очевидно, что ресурсов, если мы говорим про отдаленные территории, сельские территории, какие-то муниципальные районы, ресурсов не всегда хватает на реализацию всех идей, всех программ. И постоянно происходит какое-то урезание. Мы сейчас немножко из этой программы заберем, из этой программы для того, чтобы реализовать какую-то перспективную, по мнению органов местного самоуправления. Но когда мы получаем обратную связь от населения, когда мы видим те конкретные проблемы, которые есть, мы можем уже корректировать эти программы, перераспределять средства, перераспределять ресурсы в зависимости от потребностей населения, а не, скажем так, необоснованных каких-то мыслей. Следующее – это анализ своей работы в динамике, результатов работы на основе повторных исследований. Если проводить исследование регулярно, мы можем оценить, насколько удовлетворенность жителей к качествам жизни повышается или уменьшается. Ну и, конечно, самое главное – это использование общественного потенциала населения инициатив жителей, которые предложены в ходе исследования, и это позволяет при наименьших издержках достигать более высоких результатов. Что получают представители некоммерческих организаций и сообществ, реализуя данную технологию? Первое – это они включаются в проведение исследовательских работ, и это позволяет им расширить ряды активистов, получить поддержку от потенциальных новых лидеров, получить обратную связь от своей деятельности, понять, что мы делаем неправильно. Может быть, мы развиваемся немножко не в том направлении, потому что любая некоммерческая организация реализует свои проекты, программы для того, чтобы улучшить жизнь, возможно, своих благополучателей, для того, чтобы развить территорию, на которой она работает, для того, чтобы помогать органам местного самоуправления решать какие-то проблемы. И получая обратную связь, некоммерческие организации могут выбрать приоритеты на ближайшее будущее, разработать стратегии, актуализировать все свои какие-то проекты, программы и так далее. Ну и, конечно же, это анализ эффективности своей работы. Следующий, как раз уже про то, что я начала говорить, механизм активизации, за счет чего активизируется местное население. Первое – это интервьюеры из числа активистов. Все люди, которые реализуют данную технологию, проводят исследования, все интервьюеры, которые встречаются с местными жителями – это местные активисты. Это наша принципиальная позиция была, потому что мы хотели, чтобы активисты получили возможность поговорить с живыми людьми, чтобы они увидели поддержку, которая есть, тех идей, которые они получают. Кроме того, активисты – это наиболее уважаемые жители территории, и они легче всего могут достучаться до каждого жителя, могут пообщаться с ним, могут получить обратную связь, потому что высок уровень доверия, социальные отношения хорошие между активистами и большинством населения. И получается так, что они в более доверительной обстановке получают больше качественной информации. У нас на самом деле в ходе исследования в разных территориях активисты были абсолютно разные. Это были представители ветеранской общественности, это и совет женщин, молодежный актив, это и представители центральной библиотечной системы, домов культуры и так далее. То есть спектр очень большой, но тем не менее самое главное, что это активисты, которые встречаются с людьми, общаются с людьми, и они заряжаются от этих людей новыми идеями какими-то, возможно, видят в этих людях своих помощников, свою какую-то целевую аудиторию. Следующий механизм активизации – это вовлекающая анкета. Наша анкета состоит из нескольких блоков, и по ходу ответа на вопрос житель вовлекается, потому что сначала мы его спрашиваем, с какими проблемами вы сталкиваетесь, с какими сложностями в своей жизни вы боретесь. Ну, не в таком, конечно, там боретесь, да, опять же сталкиваетесь. Получается, что когда люди, отвечая на вопросы по тем проблемам, с которыми они сталкиваются, ну, скажем так, выговариваются, и затем мы их спрашиваем, а что вы готовы сделать для вашей территории? То есть после того, как люди актуализировали все проблемы, которые есть в территории, после того, как они смогли их формализовать, они начинают задумываться, что я могу сделать, как я могу решить эти проблемы, как я могу включиться в это решение проблем. Более того, в последних исследованиях, да, последние два года мы стали внедрять еще и те возможности, через которые, вот, те возможности и формы, через которые люди могут включаться в общественную жизнь, которые могут они решать эти проблемы. И таким образом человек, вот, накручивается, сначала он получает проблемы, да, говорит, потом он видит, что он может что-то сделать, и потом он видит те формы, в которых он может поучаствовать. И как раз это один из механизмов. Следующий механизм – это широкая информационная поддержка. Мы активно информируем население на этапе начала исследования, по ходу исследования, и, конечно же, во время итогов, да, и результатов. Потому что без трансляции результатов, без широкой информационной поддержки, эффективности этого исследования высокой ожидать не приходится. Потому что люди, видя результаты исследования в средствах массовой информации, в прессе, там, да, еще где-то, они понимают, что их мнение услышано. Это повышает доверие к самому исследованию. Это повышает доверие к тем активистам, которые к ним приходили, которые с ними работали. И это повышает лояльность, потому что люди знают, что к их мнению прислушались. Не просто так их спросили и потом куда-то убрали, да, эти результаты. А вот они видят, что, ага, вот тут вот я про это говорил, я эти проблемы освещал и так далее. Следующее – это визуальный результат исследования. Я вам уже показывала социальные паспорта. Я хочу сказать, что это очень простой доступный инструмент для абсолютно всех. То есть человек не должен обладать какими-то глубокими познаниями, там, статистики, социологии и так далее. Любой человек может, посмотрев на карту, понять, что там изображено. Любой человек может понять приоритеты. И, соответственно, это максимально доступный, максимально понятный и легко распространимый результат исследования. То есть вовлечение как раз происходит за счет того, что мы транслируем все результаты, полученные в ходе исследования практически на всех там заинтересованных лиц. И следующее – это итоговый круглый стол. Итоговый круглый стол, который мы подводим к форме площадки для диалога, да, то есть когда мы обсуждаем результаты исследования, когда мы рассматриваем те идеи, которые уже можно внедрить, когда мы с различными категориями граждан, будь то активисты, бизнес, молодежное сообщество, там, ветераны и так далее, садимся, начинаем обсуждать, вырабатывать какие-то конкретные предложения, и люди уже понимают, что они вовлечены в процесс. Им уже сложно просто взять, встать и уйти, потому что сейчас я уже обсуждала, сейчас я давала предложения конкретные. И на таких круглых столах активисты могут найти себе дополнительных инициативных, ну, то есть сформировать инициативную группу, а на этих круглых столах могут решаться уже конкретные проблемы, какие-то конкретные предложения, которые уже необходимо просто внедрять. Любое социологическое исследование, в том числе это, включает в себя несколько этапов, и наша технология также. Первый – это подготовительный этап, то есть когда происходит презентация проектов в территории и проведение информационно-обучающего семинара. Мы выбираем основных партнеров, с кем мы будем работать, да, то есть это некоммерческие организации, активисты и так далее. И на этой же первой встрече мы определяем приоритеты, те потребности в территории, которые нужно изучить. То есть анкета и вот это исследование, оно адаптируется под каждую территорию, потому что где-то люди понимают, что им нужно изучать сферу образования, потому что она самая проблемная. Где-то говорят, что нам не нужно образование, мы будем изучать благоустройство, мы будем изучать коммунальные услуги и так далее. Где-то говорят, что мы не хотим просто спорт изучать, мы хотим культуру отдельно, мы хотим спортивное, хотим изучить удовлетворенность, допустим, парками, теми, которые есть в городе и так далее. То есть у нас на этом этапе, когда мы разрабатываем и определяем приоритеты и потребности территории, мы делаем это исследование индивидуально под каждую территорию. Также на этом этапе мы составляем выборку, адаптируем опрос на лист. И самое главное, что при определении приоритетов участвует большая достаточно группа, инициативная группа, которая будет руководить, проводить это исследование. Это и органы местного самоуправления, представители бизнеса, некоммерческих организаций, активистов, депутатов и так далее. На самом деле круг может быть очень широкий. И очень интересно и важно, что в ходе вот этого обсуждения выявляются такие вопросы, которые просто так там не каждый задаст. Выявляются такие идеи, которые необходимо анализировать и дальше развивать территорию исследования. Следующий – это полевой этап, то есть обучение интервьюеров, формирование и диражирование опросных листов, проведение массового опроса. Это на самом деле один из самых длительных этапов, потому что даже в маленькой территории нужно опросить минимум 350 человек. Поэтому волонтеры получают анкеты, идут, общаются с людьми, собирают, и затем происходит зависение в базу данных всех анкет. Следующий этап – это этап анализа данных, когда мы все полученные данные формируем в таблице и разрабатываем как раз аналитический отчет, макет социального паспорта, печатаем его, ну и на заключительном этапе мы проводим итоговые круглые столы, про которые я подробно рассказала ранее. Я уже начинала говорить про анкету, про то, что она вовлекает, и сейчас расскажу, как это происходит. Она состоит из нескольких блоков, то есть просто как конструктор собирается из блоков. И первый, самый главный блок – это оценка направлений социальной сферы. Те сферы, которые мы выбрали на этапе обсуждения с активистами, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, бизнесами и так далее, мы распределяем, то есть оцените по шкале от 1 до 5 качество предоставляемых услуг и вот в этих сферах различных. И люди ставят оценки от 1 до 5, как в школе, да, то есть самое простое, максимально доступное для любого жителя. Затем они называют основные проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе получения услуг этих, и что они могли бы улучшить. Блок из трех вопросов. Иногда мы выключаем последний, да, чтобы вы могли улучшить, просто перечисляем проблемы. Значит, что мы получаем? На основе этого мы получаем карту проблем. Вы видите, как она выглядит. Я немножко попробую вам порисовать, да, и объяснить. Вот смотрите, на карте проблем. Вот она тут. Все ответы, которые даны, были респондентами по каждой из социальных сфер, мы их сводим в единую таблицу и ранжируем. То есть самое темное – это те места, где люди меньше всего удовлетворены качеством жизни, где они поставили низкие оценки. Соответственно, у них среднее значение очень низкое, да, то есть вот на картинке вы видите место. Самое светлое – это там, где оценки были выше всего, где люди ставили хорошие оценки, там пятерки, четверки и так далее. Это по всем сферам. И получается, что мы видим общую картину территории, где люди меньше всего удовлетворены качеством жизни, а где больше всего. Это очень помогает, когда мы пытаемся распределить ресурсы, направить куда-то свои идеи, там где-то реализовывать. Ну, грубо говоря, у нас есть ограниченный ресурс на реализацию какой-то программы или проекта. Мы понимаем, что мы не можем взять полностью всю территорию, и понятно, что мы выбираем либо проблемные точки, да, либо там, где там что-то среднее. А другой блок – это таблицы, графики, которые нам демонстрируют развитие и оценки средней по всем сферам. То есть где-то у нас там, например, низкое по образованию, здравоохранению и так далее. И получается, что мы можем не только оценить то поселение, да, например, тот район, или тот какой-то отрезок, да, в микрорайоне, где высок уровень неудовлетворенности жителей, но мы можем понять, в чем эта неудовлетворенность. Потому что где-то мы видим, ну, здесь на самом деле практически равномерно, вот на этой социальной карте у нас бывают социальные карты, где неравномерно. То есть мы видим, что у людей высокая неудовлетворенность, при этом мы смотрим и можем выявить, что люди неудовлетворены, например, досугом, или они неудовлетворены оказанием услуг в сфере благоустройства и так далее. И таким образом мы можем не только выбрать территорию, куда мы пойдем, не только, да, там поселение, в которое мы пойдем, но мы можем выбрать тот приоритет, в рамках которого мы будем работать. Следующий – это блок, это готовность населения участвовать в решении проблем территории. Мы прямо спрашиваем у людей, готовы ли вы лично принять участие в решении проблем, стоящих перед вашим населенным пунктом. Человек выбирает вариант, и на основе этого мы разрабатываем карту социальной активности. Но вот она так выглядит, да, сразу я уже наложила на прошлую карту, и тут все немножко в другую сторону, да, то есть чем темнее, тем активность выше, тем люди ставили более высокие баллы, где люди говорили, что мы готовы участвовать, где люди говорили, мы уже участвуем в решении проблем территории. И чем темнее, тем активность на территории намного выше, да, в сравнении с тем, у кого светлее. И получается, что бывает так, карта у нас проблем показывает, что территория очень проблемная, потому что люди не удовлетворены качеством жизни. И когда мы накладываем карту социальной активности, мы видим, что активность там тоже высока. Это обусловлено тем, что люди уже устали ждать, когда кто-то решит их проблемы, устали ждать, когда кто-то им поможет. Они просто сами уже готовы, сами пойти и, там, не знаю, если у них проблемы с благоустройством, устраивать субботники, сами пойти и работать с молодежью, сами пойти и проводить какие-то мероприятия, потому что они устали ждать. И вот на этом этапе очень важно понять, нужно ли направлять какие-то финансовые ресурсы туда или дать этим людям новые формы, с которыми они могут работать. Дать им те возможности для реализации их инициатив, те возможности для внедрения их там идей и так далее. То есть получается, что очень важно с этими активистами работать, потому что они хотят что-то изменить, и нужно дать им в руки инструмент, который им позволит это сделать. И помимо того, что мы спрашиваем, готовы ли вы лично участвовать, мы спрашиваем, что вы конкретно готовы сделать. Потому что одно дело поставить галочку «Да, готов», а другое дело предложить что-то конкретное. И тут выявляются очень интересные тенденции. Например, люди говорят, что я готов участвовать, но я не знаю в чем. Позовите меня, я все сделаю. Я сделаю все, что меня попросят. Я пойду и присоединюсь к любой инициативе. То есть мы замечаем, что пул людей, которые ожидают, что их позовут, что их привлекут, очень большой. То есть они не абсолютно наполнены иждивенческими настроениями, они наоборот готовы развивать, просто они не знают как. И тогда мы понимаем, что нам нужно в этой территории развивать как раз вот этих вот активистов, этих потенциальных активистов за счет того, что мы им будем показывать и демонстрировать те технологии, которые они могут использовать. И получается, что мы их сначала привлекаем к каким-то небольшим проектам, да, там, не знаю, или мероприятиям. Затем мы им даем все больше и больше возможностей для их реализации. И в итоге они у нас из ожидающих, да, позовите меня, я все сделаю, превращаются в людей, которые сами позовут, которые скажут, я активист, я несу ответственность за свою территорию. И, как я уже говорила, мы сейчас последние там два года начали демонстрировать формы социальной активности, в которых они могут участвовать. И это тоже мы решаем совместно на предварительном этапе, да, мы им рассказываем, что есть сходы граждан, в которые вы можете прийти поучаствовать, не просто так покричать, а какие-то поучаствовать в активном обсуждении. Вы можете организовывать мероприятия для детей, для подростков, для, там, пенсионеров, для всех. Приходите в Дом культуры, мы вас приглашаем, мы вам поможем, мы вас поддержим. Вы можете участвовать в субботнике, благоустройстве территории. И, как вы видите на графике, это самая доступная и понятная форма пока у нас во многих населенных пунктах, потому что люди пока, скажем так, не избалованы различными формами активности. Следующее мы им предлагаем. Есть такие народные инициативы, и люди уже не просто оценивают, насколько они готовы участвовать в этих различных формах социальной активности, они узнают о них, потому что, ага, я ни разу не слышал, что такое народные инициативы, пойду я почитаю. Я ни разу не слышал, что такое у нас там сходы граждан, посмотрю. И в следующий раз, когда меня будут приглашать, я уже буду знать, что это одна из форм социальной активности, это то, что я могу сделать для изменения своей жизни. Что как раз начиналось про то, что нужно активизировать население, и как вот этот социальный паспорт территории позволяет активизировать жителей территории. Приведу несколько примеров. На фотографиях, это после наших самых первых социальных паспортов, активисты в одной из территорий просто стали проводить дополнительные исследования, они поняли, что в крупных поселениях опрос был проведен, мнение жителей учтено, но они не разговаривали с жителями в маленьких селах и так далее. То есть они собрали те проблемы, те сложности, которые есть, и попытались уже дальше разрабатывать свои проекты, разрабатывать свои инициативы на основе вот этих потребностей. Другой – это ряд проектов социальных, которые реализованы Фондом поддержки социальных инициатив «Содействие». Мы их реализовывали как раз на основе результатов исследований, потому что мы знали, какие потребности есть в территории, и на базе этих потребностей мы, конечно же, и реализовывали проекты. Другая форма – это пример, ну вот на фотографии нет, пример – это микрорайон Максимовка города Уфа. Их ТОС развивался, и они хотели создать либо какую-то некоммерческую организацию, то есть юридически оформить ТОС, либо создать фонд местного сообщества, но не знали, что дальше делать. Они провели исследование, они опросили людей и выяснили, что люди готовы включаться в решение проблем территории. И они даже предложили им различные идеи, что нужно сделать. И ТОС Максимовка, который дальше развился в фонд местного сообщества, они за счет результатов исследований смогли составить программу на ближайший год своих инициатив, мероприятий, в которых они будут участвовать. А люди не просто ранжировали те идеи, которые были предложены фондом и будущим фондом, но и смогли узнать о них, смогли узнать вообще об этом ТОСе, об этих активистов, о том, что у нас на территории нашего маленького микрорайона Максимовка есть неравнодушные жители, можно к ним присоединиться и развивать свою маленькую, но все-таки родину. После того, как я вам рассказала о том, как реализуется эта программа, социальный паспорт территории, нужно все-таки рассказать о том, какие ресурсы необходимы для реализации этой технологии. Первое – это наличие инициативной группы. Без тех людей, которые хотят это делать, без тех людей, которые готовы включаться в решение проблем, которые готовы включаться в проведение исследований, реализация невозможна. Следующее – это поддержка администрации. Почему нужна поддержка администрации? Очень многие проблемы не решаются активистами, и это нужно понимать и осознавать. Очень многие проблемы невозможно решить всем некоммерческим организациям. Это проблемы, которые решаются принятием управленческих решений на уровне органов местного самоуправления, администрации и так далее. И без их поддержки реализация и проведение исследований – это достаточно сложный процесс. Следующее – это вовлечение некоммерческих организаций и активистов. Я уже говорила, для чего это исследование некоммерческим организациям, для чего активистов, и вовлекая их, мы развиваем территорию тем, что исследование становится доступным и понятным для тех, кому это действительно нужно, для тех, кто более гибкие, лояльные, готовы менять свои проекты, подстраивать свои мероприятия под потребности территории. Следующий ресурс – это волонтеры для проведения опроса. Волонтеров нужно достаточно много, при этом они должны быть подготовлены и обучены, потому что проводить опрос достаточно сложно не только физически, но и психологически, потому что они должны понимать, что не все люди будут готовы ответить на все их вопросы, не все люди будут, скажем так, позитивно принимать участие в исследовании и вообще отзываться о нем. То есть нужно быть к этому готовым. Следующий ресурс – это тиражирование анкет. Я уже говорила, что минимально нужно 350 анкет на маленькую территорию. Если территория больше, много поселений, то, конечно, это число анкет пропорционально растет. И следующее – это разработка и тираж социальных паспортов, которые тоже требуют ресурсов, в том числе материальных, потому что вот такие вот красивые социальные паспорта, конечно же, нужно напечатать. С какими сложностями мы сталкивались в ходе внедрения этой технологии, я их перечислила и немножко остановлюсь на каждом. Первое – это неготовность органов власти к диалогу. Бывает так, нечасто, но тем не менее бывает. Когда органы местного самоуправления сказали, да, мы готовы, мы хотим, будем делать, через некоторое время, когда они начинают получать результаты исследования, они начинают воспринимать негативно. То есть они говорят, что это неправда, это нам неинтересно и так далее. И вот на этом этапе очень важно до них донести, что исследование – это не инструмент, чтобы им сказать, что вы плохо работаете. Это ресурс, который нужно использовать для своего развития. Это обратная связь. И сейчас, на самом деле, в последние годы мы не сталкиваемся с тем, что органы власти не готовы к диалогу. Но тем не менее раньше такое было. То есть важно на этапе уже подготовки исследований и переговоров по поводу того, что мы будем проводить исследования, донести, что это ресурс, это инструмент, который позволит вам работать эффективнее. Это инструмент, который позволит вам повысить лояльность жителей. Это инструмент, который позволит вам решить наиболее острые проблемы и вовлечь максимальное количество людей в совместную деятельность. Следующее – это большой объем работы. Большой объем работы и исследователей, то есть интервьюеров, которые будут проводить опрос, это и большой объем работы при анализе данных, потому что анкета часто большая, и анализировать приходится очень много материалов. Тем не менее, нужно это понимать. Следующее – это необходимость привлекать специалистов. Для того, чтобы провести грамотное исследование, необходимо все-таки разработать правильную выборку, которая отражает статистические данные и распределение жителей по полу и по возрасту, для того, чтобы любой член сообщества мог включиться в исследование. Это специалисты для анализа данных и, конечно, разработки паспортов. То есть это дизайнеры, в типографии верстальщики и так далее. Ну и самая главная сложность, с которой мы сталкивались, и, наверное, та самая такая грустная на самом деле сторона – это исследование в стол. Когда мы затрачиваем ресурсы, мы затрачиваем время, силы, количество огромное волонтеров. Ну там, допустим, если 350 человек нужно опросить минимум, то на каждого человека 20, максимум 30 человек для каждого интервьюера нужно опросить. И, соответственно, это все равно большие ресурсы. И в итоге исследование не используется на территории. Исследование просто уходит в стол, и оказывается, что не востребовано, оно не используется. И вот это на самом деле самое страшное, потому что нужно на этапе подготовки так распределить свои силы, что после того, как и понимание у себя сохранить, что после того, как пройдет финальная презентация, после того, как пройдет вот этот вот диалог, это не конец, это только начало. Потому что социальный паспорт территории – это трамплин, который дает вам дальше кучу ресурсов и возможностей для того, чтобы развиваться, кучу идей тех, каких-то, может быть, вы найдете самородки, которые есть в вашей территории, про которых вы даже не знаете, когда человек хочет что-то сделать, но боится, стесняется и не может прийти. И вот этот трамплин как раз он позволяет активизировать местное сообщество, развивать и вовлекать. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание. Я представила там наш сайт. Выходите на сайт, обращайтесь по телефону, на почту, если вам это интересно. Вы можете посмотреть также нашу методичку, в которой доступно все рассказано. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Спасибо большое за внимание.